В конце октября социальные сети взорвал скандал из-за домашнего видео. Харьковчане, девушка и парень выложили кадры, где их бойцовский пес просто разорвал беззащитного котенка. Вот так вот и говорили, рви этого блохастого. После возмущенных комментариев, которые тут же посыпались, девушка удалила это видео. Но, к счастью, его успели заметить и абзац, и защитники животных, а харьковчане даже вышли на митинг. Максим Узел и Паша Посохов провели расследование, как наказывают живодеров в Украине и действительно ли бойцовские собаки являются угрозой. Это видео просто шокировало весь Харьков. Я еще раз прошу врозливых людей отойти от экранов. Молодая пара натравила бультерьера на кошеня, зафильмовали напад и подальше конвульсии жертвы и выклали видео в мережу. Комментарии, которые оставила девушка под этим видео, оставила только лучшего в моральных качествах этого человека. Почувствуйте боль блохастика, написала 17-летняя Маргарита, властница бультерьера, и сама опубликовала шахливое видео в мереже, шахувавши знакомых и весь Харьков уже на наступный день. Подписаться за то, чтобы покарали властников собаки, зібрались ну минимум сотня харьковьяна, и люди продолжают приходить. Всех, как и меня, цікавить, чим возможное покарание. Там не было даже попытки остановить собаку, отдернуть поводок. Поводок просто спустили. Мы заинтересуем то, чтобы девушка получила, как гражданка Украины, только лишь по закону нашей страны и нашего государства, так же само, как и парень. Но действительно ли в этом случае виноваты только хозяева собаки? В интернете куча новостей с заголовками. Бультерьер покусал ребенка. Бультерьер загрыз хозяина. А на сайтах собачников пишут, что бультерьеры настолько опасны, что их даже запретили в Германии и Швейцарии. Почему же эта порода наводит бешеный страх на людей? Чтобы разобраться в этом, я еду в питомник бультерьеров. Поехали. Еду в небольшой городок Абухов под Киевом. Это английский бультерьер. Девочка. Зовут ее Терри. Ей три месяца. Такая вот кигровая маленькая девочка. Как выводили эту породу и для чего? Изначально ее выводили в Англии путем скрещивания бульдогов и терьеров. В то время для собачьих боев. Собака-гладиатор. Достаточно обмускуленная собака, хорошо сложенная и физически развитая. Татьяна уже 12 лет разводит бультерьеров. На них, можно сказать, собаку съела. Они довольно упрямые. То есть команды, как овчарка, она не будет выполнять каждую вашу. Но все-таки, если хозяин что-то запрещает, то она это слушается. Вот сейчас и проверим, насколько эти собаки агрессивные к чужим и можно ли их утихомирить. Так, сейчас я отойду подальше. Прошу собачницу выпустить во двор пару уже взрослых бультерьеров. Собака меня не знает. Попробую ее позвать. Нитра, Нитра, Нитра. Нитра. Нитра, Нитра, Нитра. Вот так вот. Видит меня первый раз. Не рычит. Как видите, злости ноль. Что такое? За хвостом гоняется. Отлично. Нитра, Нитра. Но агрессия может проявиться, когда собаку трогаешь. Вы эту собаку видите первый раз. Возьмите ее на руки, обнимите ее. И вы поймете сами. Но если не укусит сейчас. Так. Опа. Она 100%. Ой. Так она добрая. Эй, собака. Все, ты застеснялась, да? Она меня не кусает. Она даже не рычит на меня. За 12 лет был хоть один случай, чтобы собака укусила. Ни меня, ни моих, скажем, домочадцев не кусали. И не было даже какого-то намека на агрессию. Ну а как же тогда все эти статьи о покусанных и запрет породы в Германии? В Германии уже разрешено. Отменили этот запрет. Все из-за того, что неравненавешенные молодые люди заводят эту породу и стараются ее травить на людей, на животных. То есть за счет собаки они пытаются самоутвердиться. Из любой породы, даже самой маленькой, можно сделать монстра. То есть только от того, как хозяин воспитает собаку, зависит, будет она бросаться на других или нет. Я вам хочу одно видео показать, по чьей вине это произошло. Сейчас собака смотрит на котенка. Дали возможность подойти близко к коту. Естественно, собака его поймала. Она посчитала его за игрушку. Если бы он не попустил поводок, котенок бы вызвал. В данной ситуации виноват только человек, хозяин собаки. Убурені харків'яни теж стали на захід собаки. Навіть своих вивели. Ну я просто неправильно настраиваю. И потом эту собаку могут просто прибить где-то и все. Чтобы это не спускалось на тормозах, что люди должны ввести наказание. Власницю собаки впізнали швидко. Вона виявилась студенткою медколеджу. Ребята были в шоковом состоянии. Преподаватели тоже. Такого не должно быть в коледжах. Однозначно медики не должны проявлять насилие ни к людям, ни к животным. Провели с ней беседу, провели заседание студенциала. Девочка рассказалась. Вбивствами кошенят. Правда, без відеодоказів вона хизувалась давно. Образно, но за это лето шесть котов и три или четыре котенка она перекусила. А одному коту возавчера ухо откусила. А ще фотографувалась біля ялинки, прикрашеною ось так. Девочка сейчас находится в депрессивном состоянии. Нужна помощи психолога-психотерапевта. Заявление она написала по собственному желанию. Она поняла, что это... Она раскаивается. Как это заявление принято? Конечно, принято есть прекрасное числение. Она уже не является студенткой нашего колледжа. У виші хлопця Маргарити, Микити, Харківському політецці про инцидент дізнаються від мене. С киевництва кто-то есть? С киевництва декан в отпуске. А заступник декана? Заступник, наверное, на занятия. Милиція, что-то вчера приходили к нам. Мы не видели, как бы не рассказали. Видимо, принято декану сейчас в отпуске. Если Маргарита фотографировалась на фоні свастик, то у Микити сторінка називалась Зіга-Зага. Правда, он ее уже видалил. Аби дізнатися, чому Маргарита та Микита дозволили псу задавити кошеня, телефоную им. Номер Маргарити точно так, який номер Микити, поза згону досяжності, тож спробую знайти їх вдома. Адреси пари майже відразу з'явились у мережі. Мабуть, постарались сусіди. Власниця собаки, нібито живе в цьому будинку. Зараз спробую зателефонувати до неї. Под домофону ніхто не відповідає, але завдяки дівчинці заходжу до будинку, де мене зустрічає консьерж. Не бачила вже давньо, ніхто не виходить з собакою гуляти. Нормальна дівчинка, да і дівчинка. Нормальна сім'я, нормальна дівчинка. Всіду вела себе, ну как, з окружаючими, нормально. Здоровалась? Да, абсолютно, завжди здоровається. І цей її кавалер, то же саме. Все було добре. В Путинку кажуть, що ні дівчину, ні її собаку тут не бачила вже кілька днів. І як мені вдалося дізнатись, нібито вона поїхала з міста, бо їй погрожували. Действительно, захотіла, щоб цю дрянь, собственно, собака загризла. А вот закон парочку, скорее всего, не очень напугал. Відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України, це стаття 229. Штраф від 1700 гривень до 17 тисяч гривень, або пів року арешту, або до двох років обмеження волі. Це не позбавлення волі, це не тюрма, це трудова повинність. Тільки в деньний час, а в вихідні дні свята і вночі вони мають право виходити за межі цієї колонії. Але ця стаття, говорить мені юрист, крайне неэффективна. Практично завжди ограничення свободи суд заміняє штрафом. І то, якщо доходить до суда. Руслан Сидорович вже написав і зарегістрував в Раді законопроект, по якому, якщо животне обидеш, сядеш в тюрму. І всі хребетні, не тільки свіські, а відповідно дикі таки. А птиці просто? Птиці звичайно, що теж відноситься. Верхній шкалі відповідальності – це 4 роки в'язнення. Що треба зробити, щоб 4 роки дали? Вилили кисну, відламали ногу, пошкодили муку. Этот закон в лучшем случае примут не раніше Нового Года. А пока живодері резвяться практично безнаказанно. Мужчина відгоняє кота від парапета, побачив, що кошка не вбіжала, бросає в нього булижник. Попадає. Ісход летальний. Режим віджим. Котик буде наказаний. Котику дуже сподобився режим віджим. Людина, яка схильна до жорстокого поводження з тваринами, вона дуже легко може цю жорстокість екстраполювати і на людей. Що ж робити, якщо на вас таки натравили собаку? Мене проінструктував головний спеціаліст по собакам на Харківщині, який виховує чотирилапик для правоохоронців Володимир Кісіль. Не потрібно не зупинятися резко, не резко виходити в сторону. Ви просто проходите дзві собаки показателі, ось так. Не зупиняйте, взагалі. Несмотря на неї. Це найбільш ідеальне поведення. Якщо все-таки собака нападає, то у вас є якийсь предмет. Ви просто спокійно ставите предмет між собою і собаками. Ідеальний варіант – уйти в інше направлення абсолютно, але не біжати. Тим часом харківські копи вже відкрили кримінальне провадження за розправу над кошеням. Та шкуродери можуть відповісти ще й за зйомкою викладення у соцмережу своїх знущань. А це вже до п'яти років язниці.